В центре посёлка доступность очень хорошая, и время работы у нас удобное для посещения. То есть люди могут прийти и с днём, и вечером. То есть мы всегда открыты и рады всем. Замечательно. Глава района Андрей Кулаков посетил сельское поселение Рыболовское. В программе рабочей поездки был осмотр нескольких объектов. Начали с Дома культуры в деревне Вохренко. Прямо можно сказать, ДК получился совсем не деревенским, а очень даже современным. А главное – востребованным. Здесь проводят свой досуг около 200 человек. Самое главное, чтобы такие объекты, в которые мы вкладываем деньги, были насыщены именно жизнью. В данном случае творческой. И там действительно есть коллективы, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с тем, что и должны осуществлять. Они занимаются культурной деятельностью, выступают на разных наших конкурсах, фестивалях и так далее. Поэтому и дети имеют возможность приходить и впитывать в себя всё то, что есть в нашей культуре. Здание ДК в деревне Вохренко было построено в 1964 году. Конечно, со временем устарело и требовало полной реконструкции. Ремонтные работы проводились в течение трёх лет. Теперь здесь тепло, светло и красиво. У нас на территории нашего поселения три дома культуры. Вот один из них – это Вохренский дом культуры. Вот этот дом культуры мы ремонтировали почти три года. То есть начали с внешней скровли, инженерные коммуникации, ну, соответственно, уже облицовка стен и внутренний косметический ремонт. Ну, в общем, за три года мы потратили где-то около 20 миллионов рублей. Так что население довольно, что вот такой вот приятный подарок мы сделали. Около ста мероприятий в год проводятся в ДК Вохренский. Жители рисуют, танцуют и поют. Участвуют в районных и областных конкурсах. Очень востребована и библиотека. В данный момент у нас 11 любительских объединений. Это танцевальные коллективы. У нас четыре группы. Наполняемость очень хорошая. То есть у нас руководители. У нас теперь уже встает нехватка кадров, потому что руководители уже не справляются с таким объемом детей. Четыре вокальных коллектива. Женская вокальная группа. Кружок-оформитель. Также в нашем здании расположена библиотека, в которой около 600 читателей. То есть в принципе вот наша деревня и окружающие нас деревни обеспечены культурной жизнью. Культурной жизнью. Вот сегодня вы просто в библиотеку еще не попали. У нее выходной заслуженный. А так у нас в нашем здании, да, только отдельный вход у нее, у нее около 600 читателей. То есть в принципе ДК работает по полной загруженности. Андрей Пластунов, Ольга Скрябина и Антон Карташов. Для программы «Городские вести».